добрый день дорогие друзья легкого поста и у нас продолжается глава в элег интересный вопрос есть написано что маша 120 лет мне сегодня 120 лет мне сегодня маша говорит мудрецы говорят что он в этот день родился седьмой одар седьмой одар он умирает его последний день его жизни он объясняет законы нам тор и и успокаивает нас хорошо если ему 120 лет сегодня мы отнимаем 40 лет пребывания в пустыне и седьмой одаром это за 30 чем-то дней до выхода из египта ему 40 лет и 80 лет 80 40 от 100 27 80 лет так теперь смотрим глава называется вайра книга шмот маша с агароном приходит к фараону нам всевышний передает что маше было 80 лет а гарону 83 года когда они обратились к фараону после этого начинается казни наши мудрецы говорят что казни были год год шли казни на каждую казнь шел месяц в общем около года это все было хорошо если маше обратился к фараону отпусти мой народ когда ему 80 лет то плюс год ему 81 год и тогда мы должны были жить в пустыне 39 лет а всевышний пишет нет мы 40 лет там жили и тогда маше получается 81 вывел народ из египта а получается что от 120 лет мы отнимаем 40 пустыни получается 80 никуда мы не можем от этого деться что это такое как это вообще можно объяснить куда делся этот год и очень интересно есть объяснение подобные вещи урава из хака зильбера то есть мудрецы не комментируют эту вещь мы не знаем ответа нет комментария и смотрю что говорит рава из хак зильбер был большой раввин и этот человек 16 лет был в тюрьме советской власти это было непросто непростое время когда исполнилось ему 70 лет он сказал что он в этом году умирает раввин как зильбер говорит не умрете прошел год ему исполнилось 71 год он говорит опять что он в этом году умирает раввин как зильбер говорит не умрете так случилось следующий год и он говорит исхак откуда ты об этом знаешь он говорит истории он говорит написано что когда начался потоп на земле на аху было 600 лет потом написано что прожил на после потопа 350 лет и умер и был вверх на аху 950 лет ну понятно 600 прибавить 350 будет 950 а в ковчеге он был год почему этот год не учитывать должно быть 951 как же может быть где же делся этот год и наши мудрецы говорят что тот год которым был ковчеге он был как в тюрьме он страдал он ухаживал своим трудом и своим поведением право на жизнь дальнейшем и поэтому он говорит раввин как зильбер что все вышли тебе года тюрьмы не учил и он действительно прожил восемьдесят шесть лет то есть всевышний ему вернул эти 16 лет то можем себе представить как жил маше этот год опасность невероятная фараон в любую минуту в любую минуту мог убить в любую с одной стороны сыны израиля недовольны маше потому что им стало тяжело взрослые фараоны эти казни это все идиота страшные все события наши старейшие которые пошли вместе с маше и с огромным фараоном они не выдержали они разбежались настолько это было все опасно и вот этот год и все сам можем себе представить что маше действительно был как в тюрьме в очень большой опасности но в конечном итоге мы знаем что все хорошо закончилось и видно всевышний ему этот год не засчитал вот так вот в годы жизни это просто мы так предполагаем мы не знаем потому что мудрецы не пишут ответы четко на этот вопрос вопрос сам ставят но ответа ждем вот одна из версий ответа вот такая так я себе представляю всех поздравляем с новым 5783 годом пусть этот год будет сладкий и пост сегодня пост гидальи мы надеемся его выдержать хорошо все было хорошо у нас гидалья был последним правителем у нас на должности царя но заговорщики его убили так бывает и мы в честь этого постимся наш урок был дан за поднятие души владимир бен григорий павел бен ефим самуил бен герш хайя малка бот йосиф мир бот аврагам роза бот михаэль памяти яков бен нахум ури бен хаитон мендель бен мендель за здоровье светлана бот клара фейка бот берта шимон бен мира шимон бен ицхак борис бен мария лена бот лара евгений бен софья март бен нина двой рабат мириам моисей бен ева йосиф бен раиса евгений бен берта евгений бот ита фира бот ана геннадий бен елена леор бен клара ольга бот светлана йосиф дан бен цара тани бот фрида ида бот рива мазал параса сгулла ирим бад набат ури за хороший дух владимир бен рая борис бен марина всего хорошего олега марченко Семь браха 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 маха мазал то что мы это время не грешили учили тору и всем все самое наилучшее до следующих встреч надеюсь что нас состоится завтра в 15.30 шаллон Продолжение следует...